Спасибо. На слайде написано Евгений Архипов. Он, к сожалению, заболел, поэтому отдуваться за него буду я. Гриша в самом начале сказал, что будет только технический хардкор про то, как внутри все устроено. Это неправда, вот этот маркетинговый доклад, прям чистая реклама того, что мы сделали. Значит, сначала про те фичи, которые касаются всех с OBD. Ну, поэтому я постараюсь их быстро пробежать. Во-первых, в интерфейсе появились строки подключения, на запуске их не было. Можно прям скопировать и сразу подключиться к своей базе, чтобы не париться там и не вспоминать, как правильно нужно запустить там PSQL или из вашего любимого языка программирования к базе подключиться. Во-вторых, я уже упоминал, что у нас появилось хранилище Network HDD. Ну, это обычные SATA-диски магнитные, доступные по сети. Ну, нужны они в первую очередь для удешевления. Они стоят в четыре раза дешевле, чем Network NVMe. И если у вас не очень интенсивная ИО, ну, не знаю, там архивные данные вы какие-нибудь храните, то эта штука вполне вам пригодится. Следующая вещь, которую мы сделали там еще сколько-то времени назад, а анонсировали на самом деле только вчера, это то, что называется Burstable ресурс пресеты. Это такие ресурс пресеты, где у вас негарантированные ядра. Ну, вот их тут три штуки есть. И, ну, вообще, зачем это все нужно? Делали мы это для снижения стоимости. И вот сейчас и то, и другое. Ну, в смысле, если использовать Network HDD и Burstable, там, самый дешевый ресурс пресет, то теперь база данных начинается, там, от 530 рублей. Примерно, ну, почти в четыре раза меньше, чем самый дешевый дуэт. Для всяких, там, тестовых окружений или, ну, таких не очень критичных к производительности вещей, самое оно. Следующая вещь – это новая платформа. Не знаю, слышали вы, нет. На этой неделе был громкий анонс про то, что мы первыми в России запустили виртуалки. Ну, и вообще, на самом деле, у большой тройки тоже, по-моему, еще даже не у всех они запущены. Но это я не возьмусь сказать. Мы запустили процессоры нового поколения Intel Cascade Lake. Ну, и в базах данных мы это тоже поддержали. У нас были там ресурс пресеты S1, Nano, Micro. Вот теперь S2, Micro и так далее. Соответственно, первый из них на предыдущем поколении процессоров. Эти на новом. Значит, какие у них есть плюсы? Ну, кроме того, что оно чуть-чуть быстрее и дешевле при этом, есть еще следующие вещи. На первой платформе у нас ресурс пресеты, начиная с Medium, шли так. На Medium было 8 ядер, на Large 16, на X-Large 32. Ну, то есть каждый следующий был вдвое предыдущего. Если там с 2 до 4 шагнуть, это нормальный шаг, а вот с 8 до 16, или тем более с 16 до 32, это как бы в два раза тебе, наверное, столько ресурсов не надо. Вот мы вкречили ресурсов посередине, теперь там с 8 ядер можно шагнуть на 12, а с 16 можно шагнуть на 24. Ну и кроме того, еще появились большие ресурс пресеты на 40-48 ядер. Ну, потому что временами 32 может быть недостаточно. Как я уже сказал, сделали остановку кластера. Ну, это некоторый способ экономить денег. Когда кластер остановлен, вы за него платите только за используемый диск. Ну, в смысле, за место на диске, а за вычислительные ресурсы не платите. Значит, ну, про планы касательно общей части я уже говорил. Тут, наверное, повторяться не стоит. Следующее, про что стоит сказать, это уже специфично для каждой СУБД. Про кликхаус. Чего случилось в кликхаусе с момента запуска? Значит, первое и, наверное, одно из самых важных, это то, что появился выбор мажорной версии при запуске. То есть, ну, как бы, версии стали доступны пользователям раньше. Ну, то есть, раньше мы так отставали. Солидно. А теперь можно вот, ну, прямо сейчас тут в интерфейсе 19.4 последняя, а сейчас вот 19.5 вышла, она у нас тоже совсем скоро появится. Значит, ну, и еще важнее то, что существующий кластер можно обновить с той версией, на которой он сейчас, на подсвежение самостоятельно. Ну, то есть, раньше-то это мы там централизованно все кластеры обновляли, и теперь вы можете сделать это самостоятельно. Но здесь нужна важная оговорка, что обновляться надо правильно. Поскольку сейчас нету даунгрейда, ну, то есть, это как бы билет в один конец, ты обновляешься вперед, и если все сломалось, то сорян. Вот. Собственно, поэтому обновляться надо правильно. Надо почитать changelog на тему того, не случилось ли там каких-то обратно несовместимых изменений в тех вещах, которые вы используете. Потом, на самом деле, самый правильный способ, это вот у вас есть production кластер. Вы берете его, ну, в смысле, его backup, разворачиваете в сторонке, его обновляете, проверяете, что все хорошо. Ну, и тогда уже можно обновлять production. Ну, и поскольку в ClickHouse нету point-in-time recovery, ну, то есть, восстановление на конкретный момент времени. Восстановление есть только на тот момент времени, когда был сделан backup, то перед обновлением рекомендуется этот backup сделать. Ну, и вторая большая фича в ClickHouse, которую сделали, это sharding. Он, по-моему, на этой неделе, а может и на той, мы открыли его на всех. Ну, в смысле, он где-то последние месяца два или три, наверное, был спретан за фичу flag. Ну, то есть, был доступен к какому-то ограниченному набору пользователей. Вот. Теперь доступно всем. Shardy можно, ну, в смысле, их можно там создавать, удалять, изменять. Можно делать shardy, назначать им разные веса на запись. Если вы пишете через distributed таблицы, то, соответственно, в новой shardy можно больше писать, чем в старой и так далее. Ну, и, кроме того, так, а все ли знают, что такое sharding? Наверное, неправильно спрашивать, кто не знает, что такое sharding, потому что я бы руку не поднял, если бы не знал. Ну, ладно. Короче, sharding — это возможность там горизонтально отмасштабировать как вычислительные мощности, так и место на диске. Ну, то есть, у нас сейчас максимальный размер диска, который ты можешь создать, ограничен там четырьмя терабайтами. Вот если тебе нужно там положить, не знаю, 20 терабайт данных, ты можешь создать пять shardов. Ну, на самом деле, лучше больше, чтобы запас какой-то по месту был. И разложить эти данные на пять shardов. При этом в ClickHouse есть дистрибьютир-движок табличек, через которые он сам будет решать при заборе данных, при записи, куда их положить, при заборе, откуда читать. Ну, и, кроме того, это добавляет параллелизму выполнения запросов, они между хостами параллеляются. Ну, и в плане вставки ничего особо менять не надо. Как я уже сказал, допускается различная конфигурация shardов, но, вообще говоря, это скорее на способ, ну, такой способ переехать там с каких-нибудь HDD дисков на NVMe, а не так, чтобы прям массово это дело использовать. Ну, и еще одна вещь. А можно повторить в микрофон, пожалуйста. Shard делается статическое, ручками, и до динамического еще пока не дошли? Не-не-не, до этого еще не дошли. Ну, то есть пока предоставили те инструменты, которые умеет сам ClickHouse. В самом ClickHouse можно досыпать shardов и как-то самому перераспределять данные ClickHouse копиром. Вот. Ну, или там insert select. Вот. Автоматического решортинга данных пока нет. У меня все-таки небольшая просьба по формату. Давайте, чтобы не сбивать докладчика, вы запоминаете вопросы, а задавать их будем после доклада, чтобы не сбивать людей с мысли. Спасибо. И чтобы укладываться во время. В смысле меня сбить сложно. Так вот, следующая вещь, которая появилась, это можно прямо из веб-консоли подключиться к ClickHouse и там позадавать какие-то вопросы. Ну, в смысле запросы SQL. И в красивом интерфейсе результат увидеть. У нас внутри Яндекса эта штука очень давно используется. Она, правда, немножко чуть более развита. Она там имеет историю запросов. Можно поделиться ссылкой на запрос. Это все eventually сделается и здесь. Вот. Но такая штука есть. Пока она только для ClickHouse. Планируем ее дальше для других, чтобы да протащить тоже. Значит, если говорить про планы самого ClickHouse, то вот недавно сделали, пока еще тоже не протащили в интерфейсе, это настройки для пользователей. Ну, довольно популярная хотелка, когда у тебя там есть какой-нибудь ширинный ClickHouse Cluster, в нем два пользователя, и ты одному хочешь поставить лимит по памяти, а другому лимит на, не знаю, количество одновременных запросов или что-нибудь такое. Вторая вещь тоже нужно везде протащить. Сейчас у нас какая возможность? Либо создаешь кластер без отказа устойчивости, ну, не знаю, там, например, из одной ноды, ну и дальше, если шарды докидываешь, тоже однонодовые, то у тебя как бы без реплик этот кластер. Либо ты сразу создаешь кластер с репликацией, и создается там под кластер ZooKeeper для этого. А вот в возможности перейти с первого на второе сейчас, ну, вот если ты создал одноногий ClickHouse, перейти на ClickHouse с репликацией сейчас, ну, вот прямо сейчас нельзя. Мы это сделали, вот нужно протащить во все интерфейсы, и станет доступно пользователю. Мы работаем над тем, чтобы расширить количество внешних словарей, то есть там сейчас мы умеем HTTP-шные, ODB-сишные, MySQL-ные, а подгрешные, например, не умеем сюрприз. Вот их научимся, и там еще какой-то ряд. Ну, есть как бы в ClickHouse интеграция с CatBoost, нам это дело тоже надо у себя поддержать. Что касается MongoDB. Значит, в MongoDB фича номер раз, это тот факт, что появилась MongoDB 4.0, пока что только для запуска новых кластеров. То есть текущий обновить на 4.0, ну, с 3.6 на 4.0 нельзя. Мы сейчас над этим работаем. Ну, и вторая вещь – это шардинг. Но он сейчас недоступен всем. Ну, то есть предыдущая вещь, ну, 4.0 уже доступна всем, а шардинг сейчас спретан за feature flag. Почему? Потому что он сейчас есть в веб-интерфейсе, но его пока нету в CLI и в публичном IP. Когда там доделаем, в общем-то, откроем на всех. Ну, в манге шардинг он сильно сложнее делается, чем в ClickHouse. Есть отдельный вызов включить шардинг, по которому добавляются конфиг сервера и манг-эсы. Но в целом мысль ровно такая же, как и в ClickHouse – горизонтальное масштабирование. Собственно, из планов самый ближайший – это шардинг добить до состояния, когда он доступен всем, и доделать обновление с 3.6 на 4.0. Ну, и кроме того, есть популярная хотелка от пользователей про то, что не хватает текущих ролей, которые мы пользователям даем. Ну, не знаю, банально Монго Стат запустить или Монго Топ. Ну, и в аспекте шардинга там тоже немножко дополнительных ролей нужно сделать. Ну, в смысле, уже сделались. В общем, у пользователя появятся дополнительные роли для того, чтобы лучше понимать, что в системе происходит. Ну, это вот планы прям самые ближайшие. А если говорить про планы подальше, то мы очень хотим сделать для Монго ДБ Point in Time Recovery, чтобы восстанавливаться можно было на конкретный момент времени, а не на момент, когда был сделан бэкап. И арбитры. Ну, то есть сейчас, если ты там создаешь себе реплика-сет из трех хестов, то все три хранят у себя данные, и все три должны быть одинаковые. Вообще говоря, можно там делать две ноды, хранящие данные, третья арбитра, она подешевле, и этим экономить. Вот, а дальше речь про PostgresQL, и я приглашаю Дмитрия. Сам я, наверное, на сцене останусь до момента, когда появятся вопросы, если появятся. Всем привет, меня зовут Дима. Я вам расскажу, что нового появилось у нас в Postgres. Значит, первое, ну мы начнем по нарастающей. Первое, появились настройки для пользователя BD. То есть раньше на самом деле ему можно было настроить только лимит подключений. Вот здесь нарисована, появилась такая вкладочка, на ней кнопочка настроить. Там появилась такая выпадушечка, расширенная настройки. И вот настройки, которые можно для пользователя переопределить. Эти же настройки можно менять для всего кластера, но, например, если вы хотите, чтобы там этот пользователь писал с другим синхронус коммитом, отличным от кластера, или, например, переопределить для него lock timeout, или, например, вы хотите видеть все, логировать все запросы пользователя, видеть, сколько там они занимают время и так далее, можно выставить lock mean duration state только ему. Или, например, он выполняет какие-то запросы сложные, которые требуют там больших сортировок и так далее, временных файлов, то эту настройку можно тоже ему переопределить. Едем дальше. Второе. Все, наверное, знают, что такое PGRPack. Кто сталкивался с Postgres, мы знаком. Это такая утилита, которая помогает перепаковывать индексы или таблицы. То есть, когда по таблице идет активная запись, много апдейтов, собственно говоря, там растек так называемый блот. То есть таблица занимает гораздо больше места, чем она реально должна занимать. Вот PGRPack помогает с этим бороться. Раньше запустить его было нельзя, но потому что он требовал прав суперюзера, теперь запускать его можно. Вот тут приведет пример с помощью клик, как добавить себе расширение PGRPack в базу. Собственно, вот оно добавилось. И дальше мы спокойно берем и запускаем. И вот трипачим в нашем примере таблицу MyTable в базе MyDB. Дальше. У нас появилось такое понятие для хоста, как источник репликации. Что это такое? Рассмотрим такую ситуацию. Вот, например, у вас есть кластер из трех ног, один мастер и две реплики. Ну, стандартная ситуация. Дальше у вас сервис развивается, нагрузка растет. Как правило, в основном на чтение нагрузка растет быстрее, чем на запись. Ну, предположим, что у нас такая ситуация. И вам вдруг нужно масштабироваться на чтение. И, допустим, вам нужно отмасштабироваться ровно в два раза. Ну, первое, что приходит в голову, что мы сделаем, это добавим еще три реплики. Отлично. Все вроде хорошо. У нас теперь шесть баз данных, которые могут спокойно обслуживать читающую нагрузку. Но тут можно прийти к такой ситуации, что при достаточном уровне записи у нас просто на самом деле кончается на мастере сеть. Сеть на мастере не бесконечна. Вот он отдает целых аж пять потоков репликации. Одно и то же. Все одни и те же валы как бы летят пять раз. Сеть на мастере кончилась. И у нас начинают произвольно отставать различные реплики. То одна, то другая, то две, то три и так далее. Мы не понимаем, что происходит. Ну, в общем, разные бэкэнды там, разные запросы отдают разные наборы данных. В общем, ситуация достаточно плохая. Что мы можем сделать в этом случае? Мы можем сделать так называемую каскадную репликацию. То есть вот для трех нижних хостов, которые мы добавили, мы выставляем им источник репликации, конкретный хост. и пустить репликацию не вот для левого, а тут можно показывать, да, вот для левого нижнего хоста и для правого нижнего пустить репликацию через вот эти вот крайние реплики. Соответственно, мы так сильно разгрузим на мастере сеть, ну, а дальше мы можем просто добавлять хосты вот под эти реплики. Тут, конечно, есть свой минус, что будет больше отставания, но, тем не менее, так, по крайней мере, можно масштабироваться. Вот тут приведена картинка, как это выглядит в консоли, в интерфейсе. Тут есть поле, источник репликации, там можно посмотреть. Но тут надо понимать, что если у вас, вернусь обратно на прошлый слайд, если, например, вот этот хост умер, реплика ушла, то эта реплика сейчас, в данный момент, никуда не повернется. Она будет пытаться стримить вот с этого хоста. Ну и, соответственно, ее надо будет прийти и руками переключить на выставить ей другой источник репликации. Либо вернуть ее в так называемую ха-группу. Это вот эти три хоста. То есть это хосты, которые могут стать мастером. Хосты, которым выставлен источник репликации, никогда не станут мастером и не будут участвовать в выборах. Так, следующее. Ну, мы поддержали, у нас появился пасгресс 11, 11-я версия. Можно, пока можно создавать новые кластера для 11-й версии. Скоро будет доступно и обновление с 10 до 11 по кнопке. Когда это появится, соответственно, в UI, в CLI и так далее, в соответствующих смежных компонентах. Едем дальше. Все, вот стояла такая большая проблема. А как, собственно, переехать из одного места в другое? Например, опять же, как заехать к нам в облако? И в постгресс 10 появилась такая фича, как, то есть, доделали полноценную логическую репликацию, появился механизм subscription publication. Допустим, у нас есть база данных в неком каком-нибудь облаке X, неизвестном там другом, и мы хотим перевести ее в Яндекс.Облако. Собственно, мы заходим… Ну, вот тут я привел пример. Мы в той базе, у нас есть таблица mytable, которую мы хотим перевести в кластер, который находится у нас в Яндекс.Облаке. Соответственно, вставляем туда одну строчку, создаем publication для этой таблицы. Дальше мы, собственно, заходим теперь в наш кластер внутри Яндекс.Облако. Вот прям копируем пример из веб-интерфейса, как показывал Владимир, строки подключения, и создаем там такую же табличку. Дальше база данных у нас называется db1. Собственно, мы берем и создаем subscription. И вот здесь видно, в каком облаке у нас была база данных. На самом деле. Вот. Ну, собственно, мы создали некий subscription. И теперь селектим из этой таблицы, видим, что у нас уже появилась там строка, прошел первоначальный синк, и уже, то есть таблица уже синхронизируется. Посмотрим, появилось что-то в pg.start.replication. Репликация идет, что-то там делается. Ну, возьмем да проверим это. Вставим туда еще там 4 строки в базе, в облаке x. И, собственно говоря, эти строки появляются у нас в базе db1 в Яндекс.Облаке. Вот, собственно, теперь появился механизм, когда вы можете с минимальным, так скажем, даунтаймом на запись переехать. То есть даунтайм только на момент самого переключения, а не на время копирования данных. Ну, тут надо сказать, что на самом деле логическая репликация, то есть создавать сабскрипшены может только юзер, которому выдана роль mdb-админ, так называемая эта роль, выдается оунеру базы данных, то есть юзеру, которому принадлежит эта ваша база данных, и он ее может награнтить кому хочет, кому считает нужным. Ну, то есть любым другим пользователям. Это уже нужно делать ручками через грант внутри базы данных. Собственно, какие у нас планы? Ну, первое, это мы все-таки сделаем, добавим возможность руками переключить мастер, потому что сейчас там работает автоматика, она переключает мастер, если он там помирает, но у пользователя нет возможности сейчас контролировать, где должен находиться мастер и переключить его руками. Собственно, многим это нужно, многие хотят этим управлять, поэтому мы прорастим эту возможность в API, ну и во все остальные компоненты. Дальше, соответственно, в скором времени будет доступно обновление с 10 до 11, то есть по кнопке с даунтаймом, с помощью PG-упгрейда. Процесс этот у нас автоматизирован, но также вы можете самостоятельно попробовать… Пока не можете, ладно, не буду говорить. Там есть последний пункт, из-за которого пока вы не можете обновить свою базу данных. Собственно, дальше планируем заняться поддержкой 1С, чтобы можно было… там есть некие нюансы, кто с этим знаком, тот знает. Соответственно, хотим предоставить какие-то более продвинутые инструменты диагностики, потому что сейчас этого, хоть мы и предоставляем достаточно графиков, но все равно этого недостаточно. Многие вещи приходится смотреть прямо в онлайне, внутри базы, что там происходит. Если вы не успели какие-то запросы поймать и так далее, то про них вы не узнаете никогда. Поэтому хотим все-таки предоставить такие инструменты. Ну и дальше, соответственно, логическая репликация с другой стороны. То есть хотим сделать возможность использовать механизм публикейшенов, чтобы можно было, например, кому нравится обновляться через логическую репликацию, могли это сделать. Или, например, есть кейсы, когда вам нужно какую-нибудь одну, например, табличку реплицировать в другой кластер, который у вас там находится рядом. Ну и, в общем, там уже дальше кто во что гораст и у кого на что хватит фантазии. Ну тут на самом деле еще надо сказать про то, что у нас вышли из превью Redis и MySQL, но про них будут позже отдельные доклады. На этом у меня все. Вопросы? Так, да, сейчас принесут микрофон. Володь, ты тоже обещал выйти на сцену. Выходи. Да. Я, наверное, добавлю, что публикейшены… А, извини. Вот у него одна из таких фишек, за его универсальность его оценят, можно плагины добавлять. И вот, например, у меня есть use case полнотекстный поиск, там словари, токенизация, это все как бы делается плагином. Понятно, что с точки зрения безопасности какую-то DLL-ку там, SO-шку подкладывать, да, наверное, вы не хотите. Use case такой вообще рассматривался как бы или нет? Ну, на самом деле, конечно же, да, подкладывать там в шарит прилод либрарис как бы непонятно что. Мы, конечно, не даем такой возможности и вряд ли дадим. Наверное, максимум, если вы превратите свое, как бы, свою штуку в некий extension, за опенсорсить его там, ну, и будете поддерживать, как это полагается, то мы сможем добавить его поддержку, например, для всех. Вот такой вариант, в принципе, возможен. Вообще говоря, список поддерживаемых нами экстеншенов с момента запуска пополнился. Я сейчас стою и вспоминаю, чем именно пополнился, что-то не припоминаю, но можно, короче, в истории документации на GitHub прям посмотреть, что именно добавилось в поддерживаемой экстеншена. Ну, и, в принципе, в планах-то там добавлять всякие интересные вещи есть, но тут пока непонятен спрос, но то есть что именно не хватает. Если вы расскажете, то мы подумаем, как это добавить. Ну, абстрактную сошку про это думали, но скорее нет, чем да. Позволю пошутить. Вам еще не приснилось, что вы это сот, а ваш мозг это некое облако? Я вообще, наверное, не знаю, счастливый или несчастливый человек, сны не запоминаю, поэтому в моем случае нет. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok